Ну а теперь, как я и говорил, классификация инвестиционных предложений. Они делятся по рискам и по надежности. То есть класс гарантированного сегмента инвестиционного предложения низкорискового, среднерискового, высокорискового. Что это означает? Гарантированно это означает, что у вас 100% сохранности вашего капитала. И плюс какой-то еще, может быть, процент. Но то, что ваши деньги 100% не исчезнут, это называется гарантированно. Класс низкорискового, это когда вы можете потерять до 15% вашего капитала. Класс среднерискового сегмента рынка, это когда вы можете потерять 50-60% вашего капитала. Иногда до 70% вашего капитала. И класс высокорискового сегмента инвестиций, когда вы можете потерять 100% ваших вкладов. Это вот по рискам, чтобы вы понимали. По надежности. Есть гарантированные надежные, низкорисковые надежные, среднерисковые надежные, высокорисковые надежные компании. А есть гарантированные ненадежные, низкорисковые ненадежные, среднерисковые ненадежные и высокорисковые ненадежные. О чем я говорю? Что могут компании говорить, что мы даем гарантии, гарантии раз-два-три, гарантии таких-то банков, гарантии еще чего-то, но это ненадежные компании, потому что когда начинаешь, вот самый главный оценка любого проекта, вот если владелец компании, ну я грубо скажу, не торгует фейсом, вот как он доль дура еще низкий, я торгую сейчас вот фейсом, грубо говоря, да, то есть, пожалуйста, вот я живой, меня можно пощупать, я никуда не деваюсь. Но когда директор компании начинает прятаться за что-то, за сайт и вообще фотографии, не знаешь, кто такой директор компании и какие предлагают он вещи, вот для меня это номер один оценка, я не положу деньги в компанию, я не знаю, кто руководит компанией, не положу. Мне нужно его услышать, о чем он говорит, что он говорит и так далее. Так вот, дорогие дура, по гарантированности нужно понимать, что если ты вкладываешь в гарантированный, высокорисковый, но надежный, вернее, высокорисковый, но надежную компанию, даже если там инструменты высокорисковые, но компания надежная, рано или получишь прибыль. А если ты вкладываешь в гарантированную, но надежную компанию, то ты ничего не получишь. Вот это нужно понимать очень серьезно. Вот это называется классификация инвестиционных предложений.